Королевские эксперты писали, что во время недавнего визита в Лондон принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с кирпичной стеной непонимания, хотя хотели навести мосты с монаршами-родственниками. У них не только не получилось это сделать, некоторые члены семьи, оказывается, и вовсе не стали стесняться в выражениях. Английский рикбист и законный супруг внучки королевы Елизаветы II Зары, Филлипс, Майк Тиндал, сделал герцогу Сасекскому грубое замечание после вечеринки по случаю платинового юбилея правления монарха. Инсайдеры говорят, что всего за день до этого принц Гарри хотел пообщаться с Майком, но тот проигнорировал его просьбу о встрече. После празднования Тиндал, как сообщается в Daily Express, назвал поведение герцога Сасекского ублюдским во время разговора с одним из гостей официального мероприятия. Британские журналисты гадают, что в поведении принца Гарри заставила Майка Тиндала решиться на такие резкие выражения. Известно, что он старается не вмешиваться в политические споры и семейные скандалы, но здесь не смог остаться в стороне. Известно, что Майк близок к семье принца Уильяма. Возможно, мнение герцога Кембриджского о поведении его брата оказало непосредственное влияние на Тиндала, который не смог сдержать эмоций. Известно, что принц Уильям так и не смог простить Гарри за то, что он превратил жизнь королевской семьи в объект интереса опры Уинфри и стриминговых платформ вроде Netflix. В минувший вторник на ипподроме Ройл Аскотт прошел первый день королевских скачек. И, конечно, такое мероприятие не смогли пропустить и представители британской короны. На состязание приехали принц Чарльз со своей супругой Камиллой Паркер Боулс. А позже на скачках были замечены Зара и Майк Тиндал и принцесса Беатрис Седаарда Мопеле Моцце. Поклонники обратили внимание на то, как тепло поприветствовал будущий король своих монарших родственников. Чарльз нежно поцеловал в щеку сначала Зару Тиндал, а потом очередь дошла и до принцессы Беатрис. Королевские дамы выглядели просто прекрасно на этом мероприятии. Йоркская отдала предпочтение беспроигрышному для себя цветочному принту. Герцогиня надела белое струящееся платье и шляпку цвета шампань, украшенную розовыми цветами. Зара Тиндал выбрала для себя похожий по стилю наряд. Нежно-сиреневое платье, однако принт на нем был намного крупнее. Образ внучки королевы завершила белая шляпка с цветами круглой формы. Камила Паркер-Боулс вышла в свет в более сочном образе – бирюзовом платье пальто и шляпки мятного цвета, украшены текстильной розой. Принц Чарльз щеголял в сером фраке и черном цилиндре. К слову, будущий король и королева-консорт возглавили церемонию открытия скачек, заменив королеву Елизавету II, ведь обычно главной на ипподроме Аскот была именно она. Стоит отметить, что на мероприятии также появилась старшая дочь монарха – принцесса Анна. Букингемский дворец пока никак не прокомментировал отсутствие королевы на Ройал Аскот, ведь в последнее время монарх испытывает проблемы с передвижением. Однако в понедельник Ее Величество присутствовало на церемонии вручения Ордена Подвязки. Британская королевская семья часто общается с поклонниками, и те всегда остаются довольными тем, как члены монархии ведут себя с окружающими. На днях принц Уильям участвовал в благотворительной акции по продаже свежего номера одной из газет, освещающей социальные проблемы страны. Своим рассказом об общении с ним поделился один из лондонских таксистов. А теперь о разговоре с его супругой рассказала одна из пользовательниц соцсетей. Накануне празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II герцоги Кембриджские отправились в Кардив, где они присутствовали на репетиции праздничного концерта. Во время нее к ним подошли поклонники, которые выразили желание пообщаться с Кейт и Уильямом. Учитывая, что планируется, что герцогиня Кембриджская получит титул принцессы Дианы, одна из женщин сказала, что она будет прекрасной принцессой Уэльской. Кейт была очень этим тронута и сказала, что для нее главное – быть женой такого надежного мужчины, как Уильям, написала одна из свидетельниц той встречи. Напомним, титул герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон получила в 2011 году после свадьбы с принцем Уильямом. Когда принц Чарльз станет королем, то ее супруг, герцог Кембриджские, получит от него по наследству титул принца Уэльского, а Кейт – титул своей покойной свекрови, леди Ди. После того, как принц Эндрю оказался в центре скандала из-за обвинений в изнасиловании, предъявленных американкой Вирджинией Джуфре, его общественная жизнь терпит череду неудач. Сначала герцога Йоркского лишили почетных воинских званий, а затем и королевских патронажей. Однако принц Эндрю не собирается просто так сдаваться. Накануне он попросил Елизавету II восстановить его в звании полковника Гренадерской гвардии и вернуть к королевским обязанностям. В случае восстановления статуса принц Эндрю сможет вновь посещать официальные мероприятия вместе с членами королевской семьи. Полковник Гренадерской гвардии был его самым желанным званием, и он хочет его вернуть. Оставаясь государственным советником, он также считает, что его следует приглашать на королевские и государственные мероприятия, сказал источник, приближенный к Букингемскому дворцу. Самым важным для него является статус его королевского высочества и принца крови, и он считает, что эти титулы должны быть восстановлены, а его положение признано и уважаемо. После своих заявлений принц Эндрю должен был появиться на церемонии ордена подвязки в Виндзоре. Однако, по словам западных таблоидов, принц Уильям и принц Чарльз не позволили ему посетить торжественное мероприятие после лоббирования Елизаветы II. Это должно было быть первым официальным выступлением герцога Йоркского с тех пор, как он занял центральное место на поминальной службе в честь принца Филиппа. В минувшую пятницу в загородном клубе Попола Кэнчи де Эстрелла в Карпентерии, который находится в Санта-Барбаре, принц Гарри вместе со своим другом, Начи Фигерасом, принял участие в матче Попола. Платиновый юбилей королевы подошел к своему логическому завершению, а герцоги Сасик с Киев покинули Великобританию за день до его окончания. Приехав в Калифорнию, супруги вернулись к своим делам, а для принца Гарри проекты и работа не являются единственным увлечением. Вот уже несколько месяцев принц посещает игровой клуб и вспоминает свою спортивную молодость. Много лет назад Гарри вместе со своим братом, принцем Уильямом, делали большие успехи в этом виде спорта, поэтому неудивительно, что герцог вновь решил попробовать себя в этом. Предполагается, что супруга герцога, Меган Маркл, пропустила матч и поддерживала своего мужа дома вместе с детьми Арчи и Лилибет. Известно, что команда принца Гарри потерпела поражение. Со счетом 12-8 Данди Ай-Ай уступила победу своим противникам. Однако эта новость меркнет на фоне слухов о том, что отношения принца в Гарри и Уильяма вновь пошли под откос. Братья никак не взаимодействовали на платиновом юбилее королевы, а теперь эксперты утверждают, что герцоги не собираются мириться с поведением друг друга. Специалисты отметили, что братья игнорировали друг друга холодными взглядами, а их жены, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, не перекинулись даже парой фраз, прекрасно зная, что их повсюду преследуют камеры. В последний раз принцы общались лишь на открытии статуи принцессы Дианы, которая состоялась летом прошлого года. Стало ясно одно – раскол между братьями вступил в новую, совсем неутешительную фазу. Кажется, что они погрузились в состояние глубокой вечной мерзлоты, которой не видно конца, заявили эксперты. Принц Филипп и королева Елизавета II являются, пожалуй, самой образцовой и показательной парой во всей Великобритании. Их связывали крепкие, нежные и не слишком драматичные отношения. Герцог Эдинбургский и Ее Величество прожили в счастливом браке 73 года, однако и в их жизни было множество переломных моментов, которые сделали их только сильнее. Именно такой подход и отношения друг к другу помогли королевским особам пройти испытания властью, финансами и популярностью. Принц Филипп познакомился с тогда еще принцессой Елизаветой, когда ей было всего 8 лет. В то время сестра герцога вышла замуж за дядю будущей королевы. Позже Елизавета и ее сестра принцесса Маргарет часто приезжали со своим отцом Георгом VI в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. Тогда будущая правительница и обратила внимание на 19-летнего кадета, который неустанно занимался на теннисном корте. К слову, Елизавета нашла и сохранила фотографию принца Греции и Дании, после чего ее стали дразнить из-за любовных чувств и привязанности к молодому офицеру. Конечно, Филипп тоже обратил внимание на принцессу, и они стали общаться по переписке. Неудивительно, что главные пары британской короны берут с них пример. К слову, многие эксперты считают, что принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри и Меган Маркл, стараются следовать данной модели отношений, чтобы сделать свой брак таким же долгим и полным радостных моментов. Через несколько лет после окончания колледжа принц Филипп часто приезжал в Великобританию и всегда навещал Елизавету и ее семью. Тогда родственники принцессы заметили, что девушка стала прихорашиваться чаще, чем когда-либо прежде. Также будущая королева стала посещать вечеринки, на которых присутствовал Филипп, а ее любимой мелодией на таких мероприятиях стала «Люди скажут, что мы влюблены». «Я полагаю, что начал постоянно думать о ней, когда в 1946 году отправился в Балморал», — рассказал герцог в одном из своих интервью. Именно во время своего визита в шотландский замок он сделал предложение 20-летней Елизавете, однако глава семейства, король Георг VI, попросил Филиппа подождать, когда наследница престола исполнится 21 год, прежде чем они объявят о помолвке. 9 июня 1947 года весь мир узнал, что принц Греции и Дании Филипп и будущая королева Великобритании Елизавета помолвлены. Эксперты начали вспоминать, что отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон также строились по принципу кирпичика за кирпичиком. Да, пара расставалась и воссоединялась вновь, но это случилось лишь потому, что каждый из них желал состояться в этой жизни как личность, а уже потом в качестве мужа и жены. Герцогиню Кембриджскую не раз называли «ждущей Кетти», однако она не обращала внимания на заголовки в прессе и разговоры публики. К слову, отношения принца Гарри и Меган Маркл также развивались очень постепенно. Первое свидание влюбленных прошло в супермаркете, чтобы любопытные глаза поклонников и репортеров не сделали это главной новостью того времени. О чувствах пары общественность узнала лишь в октябре 2016 года, спустя пять месяцев после их первого знакомства. Принц Гарри всегда старался оберегать Меган от внимания СМИ и уважать ее частную жизнь. Такому же принципу следовал и его брат принц Уильям, который всеми силами пытался оградить Кейт от настойчивых журналистов. В 1947 году Букингемский дворец поделился фотографией, на которой влюбленные принц Филипп и принцесса Елизавета нежно смотрят друг на друга и держатся за руки. К слову о руке, герцог преподнес своей даме сердце бриллиантовое кольцо, в котором были камни от тиары, принадлежащие его матери, принцессе Алисе Ботенбергской. Стоит отметить, что принц Гарри также подарил Меган кольцо, которое было создано из коллекции камней покойной принцессы Дианы. Одно мы знаем точно, каждая из этих пар испытывала настоящее, яркие и искренние чувства, несмотря на строгость монаршего протокола и других правил. Они доказали и доказывают, что институту британской монархии не чужда чистая любовь и неподдельная эмоция.